Они ждали этого много лет. В минувшее воскресенье казаки отметили свой праздник – День Казачьей Семьи. Но для сургузских станичников этот день стал вдвойне знаменательным. Неподалеку от деревни Сайгатино при содействии администрации района они наконец-то получили в пользование землю под так называемый казачий стан. По всем традициям на въезде установили Большой Крест и осветили землю. За историческим моментом наблюдал наш корреспондент Виталий Торопов. Здесь с раннего утра кипит работа. Пока старшие готовятся к историческому моменту, у младших проверяют выправку. Двухцентнерная ноша оказалась по плечу этим богатырям не с первого раза. Во второй заход пришлось увеличивать количество бойцов до 20. Далее важный обряд освящения. Тем временем молодежь заметно волнуется, ведь сегодня необходимо защищать честь своих клубов. Святогорцы, к примеру, только что с двухдневных сборов вернулись. Второй день уже ночевали там в школе, все как нормально. Как сказать бы, один день жизни армии. В последний день, а нет, нет, вот несколько тоже, два дня назад мы ходили на стрельбы, там стреляли всяких оружий. И получается? Да, все нормально, у нас он хороший стреляет, хорошо. То есть после такой подготовки в армию не страшно? Да, нет, нет. Пойдешь? Конечно. Представители слабого пола из сургутского пограничного кадетского корпуса тоже настроены серьезно. Подготовились, говорят, к этому дню основательно. Сборка, разборка автомата, название частей автомата. И ты все это умеешь? Ну да, нас же учили. Здорово, а в армию не собираешься? Хочу пойти. 18 лет исполнится, хочу пойти. Знаменитый своими заплывами через сибирские реки Иван Иваныч сегодня здесь в рядах почетных гостей. Приехал поздравить сургутских казаков с этим знаменательным событием. Всегда у казака был девиз «выстоять и победить». И я рад, что они победили, и земля у них есть. Земля, она, как говорится, всему голова. Здесь можно на земле и конюшни строить, и тренировать свое военное искусство, и свое братство. Впереди у юных казаков и кадетов нелегкие испытания в виде соревнований. Но тот факт, что эти сборы проходят впервые на своей собственной казачьей земле, придают им особый статус. Ведь, по поверьям, любому казаку наибольшие силы придают семья и матушка-земля. Виталий Туропов, Андрей Гудшмидт, телерадиокомпания «Север».